Здравствуйте, уважаемые покупатели! У нас новое поступление товара, большой ассортимент. Давайте по подробнее поговорим о некоторых экземплярах. Например, хлорофитум бонни или хлорофитум кучерявый. Чем прекрасен цветок? Ну, во-первых, он разрастает с такой большой густой шапочкой и по отзывам покупателей очень хорошо очищает воздух, особенно в детских комнатах. Вот есть такой варегатный сорт, а есть вот хлорофитум грин. Тоже очень красивый цветок, который вы оцените по достоинству. К нам пришел такой интересный экземпляр. Это стрелиция. Цветок экзотический. Приходит он без цветка, потому что цветок появляется всего лишь на 5-6 год жизни. Немножко терпения, и у вас будет шикарнейший цветок. Вот так он будет выглядеть. Очень красивый, скажем так, редок для нашего города. Пришла также драцена. Ну, вот хотелось бы отметить сорт малайка. Ему даже цвести не надо, он сам по себе изумительно красивый. То есть вот такие прожилки белые, салатовые, зеленые. Цветок очень нарядный, неприхотливый. Главное условие не заливать его, чтобы не образовывалось на нем черных пятен. Пришла ардермахера. Ардермахер как бы не редкий цветок, но у нас пришла вот такая форма. По типу бонсай сформирована. Очень интересный вот такой вот у него каудекс. И что хотелось отметить. Считается, что ардермахер помогает людям с заболеванием щитовидной железы. Если вы хотите сделать подарок себе любимому или дорогому близкому вам человеку, то нам есть, что вам предложить. Ну, во-первых, фикус лирата бомбина. Вот такой красивый экземпляр с таким огромным дубовидным листом. Цветок неприхотливый. Единственное условие не заливать его. Пришел у нас фикус экзотика. Вот такой красавец. Абсолютно нетребовательный к освещению. Единственное требовательное, чтобы вы не ставили его вблизи отопительных приборов. Пришел вот такой красавец фикус. Сформированный в технике бонсай. Прекрасный подарочный экземпляр. Шикарнейший подарок. Смотрите, какой красавец. Единственное требование к уходу. Надо, чтобы грунт полностью не пересыхал. Чтобы растение не испытало стресс и не скинуло листья. Любителям цитруса нам есть, что вам предложить. Во-первых, пришел кумкват. Вот такой на штамбовой форме. Именно с плодами, которую сможете оценить. Пришел лаймкват. Тоже плодоносящий уже. И пришли лимоны мейра и коломандин. Тоже сформированный в виде штамба. Но лимоны мейра пришли на решетки. Вот смотрите, они уже с плодиками. Цветок нуждается в пересадке только после того, как полностью нападут плоды. В плодоносящем состоянии цветок не пересаживают, чтобы он не испытал стресс и не поскидывал плоды. Полностью привитые экземпляры будут долгие годы вас радовать. Также к нам пришел большой выбор цветущих растений. Например, хотелось бы сказать несколько слов о фаленописе. Эта орхидея будет шикарным подарком для ваших любимых женщин. Также пришли цветущие кланхои, которые вас еще будут радовать долгие месяцы своим цветением. В наличии есть маленькие кланхои, так называемые цветы-комплименты. Есть у нас диантус, это гвоздика, которую в дальнейшем можете высыть грунт. Цветочки будут долгие месяцы радовать вас на вашем приусадебном участке. Пришел спацифилиум. Это парус любви, как его называют в простонародье, или цветок женской счастья. Обычно его покупают в паре сантуриумы, которые называют мужским цветком. Пришли у нас хризантемы зембла, одноголовые. Очень красивые, большие, крупные экземпляры. Их также можно в дальнейшем, как и гортензии, высаживать в грунт. При правильном и должном уходе эти цветы будут радовать вас долгие-долгие годы. И пришел такой диковинный цветок, как мединила. К нам он пришел в бутонах, пока он не показал своей красы в полной мере. Но спустя месяц-полтора цветок полностью раскроется. Это будет шикарная гроздь цветоносов, которая удивит многих наших покупателей. Все это вы можете приобрести в нашем магазине на промышленно 5.5.1. Приходите, будем рады видеть вас. Редактор субтитров А.Семкин